Немасте, дорогие друзья! Продолжаем серию наших уроков о чтении тела и души. Сегодня, по-моему, если я не ошибаюсь, 11-й урок. Все рекомендации, которые я вам даю, основаны на аюрведических знаниях, йоговских знаниях, на древних знаниях о здоровом образе жизни и день. Мы с вами разобрали, как правильно просыпаться, что делать, ритуалы, давайте так назовем, перед тем, как вы ложитесь спать или после пробуждения, как чистить нос, как чистить рот, как кушать, во сколько кушать и даже как подготовить еду, чтобы правильно она на ваше тело, правильные эффекты мило. А сегодня я хочу с вами поговорить про разгрузочные дни. Да-да-да, аюрведы тоже это рекомендуют. И рекомендации, аюрведы, они также отражаются и в традициях. Так же, как и в любой традиции, в Индии есть определенные праздники, да, в которых, скажем так, постятся. И это, знаете, не просто на самом деле придумано на лбу. Я не говорю только об Индии, я вообще говорю о любом культуре. Все связано с законами природы. Если подумать и посмотреть. Да, например, в Индии есть такой праздник, два раза в год он проходит для всех людей, праздник богини-матери. И в этот праздник, в 9 дней, люди держат пост. Но пост, это не значит, что они ничего не едят. Пост, это значит поменять питание. Например, если, ну, я про Индию приведу пример, если для индийского человека обычное питание, ежедневно кушать рис, дал, всякие разные вот эти даловые культуры, и чапати, это из, лепешки такие, из муки, и овощи, то в эти постные дни убирают основные продукты, зерновые. Это мука, это рис, и всякие разные крупы. Что можно кушать? Можно кушать любые овощи, любые фрукты и дикие культуры, да, тоже зерно, дикую пшеницу, или там, дикий рис, и так далее. То есть, поменяв питание на определенные дни, будь то, ну, например, в празднике богини-матери, это 9 дней, в какой-то это 1 день, в какой-то 3, может быть, дня, 2, неважно, меняется и состояние ума, то есть, чистится и тело, и ваш ум, о чем мы с вами, в общем-то, и говорим. Все зависит от того, где вы живете, какой пост вы держите. Я, например, для себя держу пост, на хинде, это называется, брат, раз в неделю, и я его посвящаю богине, лакшне, потому что, когда ты посвящаешь что-то, божеству, высшему, на самом деле, легче пост держать. Ну, помимо поста, там и всякие разные мантры поются, ритуалы делаются, это все помогает, потому что это успокаивает ум. а я хочу с вами поговорить о разгрузочном дне. то есть очень хорошо хотя бы раз в неделю выбрать себе любой день, который вам удобен. В Индии выбирают день недели в зависимости от божества или от планеты. Например, я выбрала пятницу, потому что пятница это богиня лакшми, богиня изобилия, планета Венера, женская энергия, да, и вы можете выбрать любой день. Если хотите, базируйтесь на божествах, если хотите, базируйтесь на планетах, если хотите, базируйтесь на своем собственном расписании, когда вы дома находитесь, в общем-то. И в эти дни обязательно пейте воду, я имею в виду обычный разгрузочный день. Конечно же, нужно посмотреть на ваше личное здоровье. Если у вас там какие-то проблемы с сахаром, я не знаю, инсулин, и так далее, сначала посоветуйтесь с врачом, нужно или не нужно, потому что я говорю рекомендации для людей с хорошим здоровьем, скажем так. И разгрузочные дни, например, для меня, как я провожу, я ем только фрукты, овощи и дикие сорта, там, чего-то, семена, это могут быть орехи, но в зависимости от времени года. И после такого дня ты чувствуешь себя намного больше в энергии, скажем так. Да, поначалу это может быть тяжело, если вы это никогда не занимались, что типа голодание, о, это не голодание, вы можете кушать. Да, есть голодание, но это совершенно другая тема. В Индии, например, есть праздник, называется он Карвачот, это праздник, когда женщины постятся во имя здоровья и благополучия мужа. И в этот день женщина даже не пьет, и она не должна ни пить, ни есть воду, даже не пить, с восхода солнца до восхода луны. То есть это определенно, скажем так, грубо говоря, 12 часов. Это достаточно тяжело. Вы спросите меня, зачем женщина постится во благо мужа? Потому что в Индии женщины и мужчины в основном разводов нет. И благополучие мужа непосредственно отражается на благополучии и жены, и всей семьи. И поэтому все будет хорошо с мужем, все будет хорошо в семье. И этот пост женщины подготавливаются к ним. Они разукрашивают руки хной, они одевают красивые одежды. В общем, подготовка идет за день до этого. Делают определенные ритуалы. В общем, все, разгрузочные дни или пост, или врат это называется, это праздник. Потому что ты посвящаешь вот аскеза, да, называется это. То есть ограничение аскеза это ограничение. Ты ограничиваешь себя во имя высшего чего-то. Чего это уже другой вопрос. Мы это не будем здесь обсуждать. Поэтому резюмеры очень хорошо делать раз в день разгрузочные дни. Просто поменяйте свое питание. То, что вы обычно едите. Ну, например, скажем, вы едите обычный хлеб, масло, я не знаю, там, картошку и там мясо или рыбу. Значит, в этот день это не ешьте. Ешьте овощи, фрукты, если это холодное время года. Приготовьте их и так далее. Вы будете себя чувствовать намного свежее, здоровее и энергетичнее. Более подробные рекомендации к разгрузочному дню я даю своим студентам во время персональных занятий. Ну, или вы можете посоветоваться своим врачом, диетологом или каким-то специалистом, кому вы доверяете. Ну, на сегодня и все. Пожалуйста, поставьте лайк. Дело в том, что, когда вы ставите лайк, YouTube это воспринимает как рекомендацию к продвижению этого видео. То есть, YouTube рекомендует это видео кому-то там еще, кто смотрит YouTube. и вам это ничего не стоит и кому-то может быть эта информация полезна, но мне будет просто приятно. Всем здоровья! Да, ссылочки на все предыдущие видео в описании к этому видео внизу. Пожалуйста, лайк, а я вам желаю здоровья, счастья и удачи! Рак, и удачи!